пару слов давайте про локомотив скажу пока матч начался есть минут 10 для того чтобы собственно поболтать про локомотив написал сегодня в телеграме практически все что думаю но блин ну реально бомбит вот реально я уже ну я не понимаю что творится с локомотивом я не понимаю кто принимает эти решения зачем он принимает эти решения это какая-то дурость и договариваться о назначении галактионова в конце этого года до перед межсезоньям но это прям супер странно но нету ничего такого невероятно крутого в галактионове чтобы за него бороться чтобы его ждать чтобы там сейчас месяц мы работаем с пашининым ласьковым федоровым и все вокруг будут знать что ну это всего лишь месяц вот он переждет а там уже новый тренер готов просто он в другой команде в ней ему видимо поинтереснее находиться я этого не могу понять и не могу этого принять но галактионов ну вот 0 3 сегодня отлетел от зенита очков чуть-чуть побольше чем у нас не знаю что еще ну добывал ничьи с сска динамо и с нами но это же тоже странно это же тоже странно какая-то рекомендация для тренера работать в топ-клубе что он с маленьким клубом сумел сыграть в ничью то есть когда прошлом году мы видели крылья советов осенькина и они действительно классно играли не действительно обыгрывали хорошие команды они показывают комбинационный футбол красивый футбол ты понимаешь ради чего ты можешь брать вот такого тренера хотя и тоже есть вопросы и были бы у меня было бы много вопросов если бы сейчас локомотив решил взять осенькина но я по крайней мере понимаю бы почему это с тренерской точки зрения но вот чего хочет руководство с тренерской точки зрения чего она хочет нанимая галактионова я не понимаю и в данном случае его опыт работы с молодежной командой молодежной сборной россии это совершенно нерелевантный опыт для работы в профессиональном футболе о В профессиональном футболе у Галактионова не клеится. У него плохо в профессиональном футболе. И у нас же есть другие примеры подобного. Тот же самый Писарев, который вот недавно с Химками опозорился. И в принципе в профессиональный футбол его никто не берет. Он же тоже работал с молодежкой. У него тоже были успехи. И тоже все такие, вау, Писарев, это крутой чувак, надо его поставить. Его поставили, он ничего не может сделать в профессиональном футболе. Потому что одно дело развивать молодых, одно дело играть в турнире сборных команд. Другое совершенно дело это тренировать профессиональный футбольный клуб, где у тебя там 25-летние, 30-летние иностранцы. Я пытаюсь понять логику. Я честно, я всегда, вот у меня такое мышление, что я всегда пытаюсь встать на сторону человека, который принимает решение, и подумать, чем этот человек руководствовался, принимая то или иное решение. И я не могу, я не понимаю. Я уже много вариантов прокрутил, и все это какая-то очень странная дичь. Не понимаю. Сегодня также утвердили Пашинина-Ласькова. Здесь как раз все понятно. Да что с этим ВАЗДом происходит-то? Здесь все понятно, здесь логично. Нужны Федору помощники. Вот у тебя есть два отличных помощника. Господи, Пашинин-Ласьков, которые помогали многим уже различным тренерским штабам. И Николичу, и Палычу, и с Компером успели поработать с Гизделем. В общем, ну нормальные помощники, которые знают, что им надо делать, могут помочь Федорову, хорошо знакомы с командой, опять же. Контакт у них налажен с большинством лидеров, с большинством футболистов. Так что, ну, ноль проблем должно быть с этим. Привет, фан-9292. Сегодня вышло интервью с Пашининым, в котором он сказал, что их главная задача это помогать Андрею Федорову, и что этот приход очень временный, да. То есть, ну, нет ощущения того, лично у меня, что вот они сейчас пришли, придет Галуптенов со своим штабом, и Пашинина с Ласьковым оставят. Но пришли, и ладно. Это тоже совершенно неправильная была история весенняя, когда их ни с того ни с сего убрали. Почему, зачем, опять же, в разгар весенней части, когда у тебя только-только начало получаться, вы обыграли Спартак, и казалось бы, ну вот давайте, вот сейчас, вот сейчас нужно добавить, сейчас нужно... еще несколько побед одержать, и все, у вас пойдет. Ну, вы берете и увольняете Пашинина-Ласькова, команда в ступоре едет в Краснодар, по-моему, там отлетает, или в Ростов мы тогда приехали, отлетели. Ну, короче, куда-то мы поехали на поезде, отлетели, никто ничего не понял, зачем это было, никто ничего не объяснял, зачем это было. Ну, и так и закончили. Короче, короче, все супер странно, короче, все непонятно было с тренерскими назначениями, и так оно остается и до сих пор. Буду желать удачи. Вот на сегодняшних кружках, на сегодняшних тренировках, кружках в телеграм-канале Локомотива, я увидел то, что Локомотив вроде как вернулся к футболу. Начали играть в футбол, начали какие-то комбинации разыгрывать с ударами по воротам. Все очень по-футбольному выглядит. То, чего не было, как мне кажется, при Ценбауере, при Компере, когда я смотрел видео и смотрел вот эти кружочки тренировок, мне все время казалось, что они готовятся к какому-то чемпионату мира по эстафетам. То есть добежать, что-то сделать, передать эстафету, следующий побежал, что-то сделал, передал. Это, конечно, очень здорово. И, наверное, это каким-то образом развивает какие-то навыки у футболистов, ловкость, координацию, технику, скоростно-силовую подготовку. Но в плане футбола это очень странно. В плане футбола такое ощущение, что команда ничем особо и не занималась, но она и потом выходила и ничего ей не показывала. Так. Развивали легкоатлетические навыки. Ну, типа того. Приколись, странно, как есть. Футболка ЦСКА номер 4 с игроками Лока ни одной. Все варианты были только атакующими игроками, а я в студенчестве в защите играл. Так и остался Игнашевич по старой памяти. Понимаю, я, в принципе, не знаю, футболки с именами не так сильно люблю. Не особо, ну, то есть некоторые футболки я бы хотел, но они вот прям вот чисто для меня что-то значат. Например, я бы хотел футболку какого-нибудь Тарина с Мирончуком, я бы хотел и получил футболку там Карапузова, который мне очень нравился, Леша Миронова футболку хотел. Ну, короче, ребята, которые лично для меня что-то значат, за которыми я следил, за которыми я переживал. А вот прям пойти и купить футболку Локомотива с каким-нибудь Крыховиком, с каким-нибудь, не знаю, Фарфаном, кто у нас еще, ребята, которые мне очень нравились, я-то такого у себя вообще никогда не было. И я просто футболки просил. Если меня спрашивали, что подарить, какую футболку, вот просто футболку. Не надо никаких нанесений, мне кажется. Просто футболка гораздо более прикольно смотрится. Просто футболки можно взять и выйти куда-нибудь. Футболку Пукса хочу. Ну, вот опять же, вот футболку Локомотива с Карпукасом я бы не хотел. Если Карпукас уйдет в какую-нибудь Барселону, я очень постараюсь достать футболку Барселоны с фамилией Карпукас. Вот это будет для меня много что значить. Но вот просто так вот я... У меня есть вот эта вот мания небольшая покупать футболки в различных городах, где я бывал, и... Ну, я ни одной не купил с фамилией, то есть с нанесением в итоге. Но вот это, кстати, с нанесением. Там фамилия Жардел на спине, просто потому что она уже была с фамилией единственная в фаншопе, и вообще ее не я даже покупал. Я в чате сегодня писал в Bomb Factory, что будет, если у Федорова попрет, а потом придется убирать, потому что месяц назад договорились. Не знаю, я... Ну, скорее всего, если у Федорова попрет, то его просто типа включат в тренерский штаб Галактионова. Ну, типа вот так вот. Либо, может быть, возродят Казанку, и Андрей Федоров будет ее там тренировать до лета, когда ее можно будет заявить. Или в молодежку его отправятся, не знаю. Но это все очень странно. Я согласен с вами полностью, что... Одно дело, когда у вас тренер, у которого не получалось, да, и вы точно знаете, что у него не получается, но вы даете некоторый карт-бланш ему до конца сезона, чтобы он довел уже команду до конца, но вы знаете, что вы его поменяетесь, как вот у нас было с Коусейро, что... ну, Ольга Юрьевна знала, что она его поменяет в конце сезона, нашла Билича, у Билича был чемпионат мира, чемпионат Европы с Хорватией, ну и, собственно, Коусейро ушел, ждали, когда Билич вернется с чемпионата Европы, и он пошел работать. То есть в целом, в целом, это, ну, более-менее, ну, нормальная история, и многие клубы так действительно делают. Но когда вы посреди сезона убираете тренера, уже не первый раз, да, там одного тренера убрали, второго тренера убрали, ставите Андрея Федорова, человека, который, ну, не был там, не знаю, в младежной команде, еще где-то, то есть он не тренировал уже долгое время, с мая месяца, с июня, по-моему, Казанка последний матч в июне проводила. Все думали, что его в команде вообще нет, он не был помощником, он не был тренером в молодежной команде, он нигде не был, он просто, просто был где-то вокруг локомотива. И в итоге вы берете его из небытия, достаете. То есть, опять же, опять же, я бы еще понял и говорил об этом, что ставьте тренера молодежной команды, Мишаткина, вам не нужно его, ну, ниоткуда выдергивать, он у вас уже есть, он уже тренер вашей команды. Он некоторое время, некоторое время он ведет эту команду, какие-то очки цепляет, по возможности, может быть, не цепляет. Вы это время тратите на поиск нового тренера, того, с которым вы пойдете дальше. И все понимают, что, ну, вот, для Мишаткина это, ну, вот, возможность себя каким-то образом проявить. И если он проявляет, вы оставляете. Окей, если Федоров себя проявляет, вы его оставляете. Но взять Мишаткина, чтобы он два месяца, ну, там, или Федоров, или Мишаткина, чтобы он два месяца потренировал, зная, что уже есть контракт с другим тренером, я просто, я не понимаю мотивацию Галактионова в Нижнем Новгороде, я не понимаю мотивацию Федорова в Локомотиве, я не понимаю мотивацию игроков каким-то образом себя утруждать тем, чтобы понравиться главному тренеру потому что все равно через месяц придет другой главный тренер с другими требованиями и ему надо будет уже нравится под спутной это все равно работает и это просто очень странная история